Ладно, сейчас у нас будет вторая часть лекции про concurrency. В тот раз выкачиваете ветку лекции 11, заходите в папку лекции 11. В тот раз мы с вами посмотрели, например, сервисы, которые работают неправильно, потому что в нем нет никакой синхронизации. Собственно, в этот раз мы с вами научимся эту синхронизацию делать. План будет такой. Сначала вспомним базовые понятия concurrency, потом поговорим, как сделать то, что называется shared mutable state, не shared, не mutable, чтобы не было проблем с многопоточностью. Потом базовые, джававские, примитивы для написания многопоточных программ получим, за синхронизацию, volatile. Вкратце посмотрим на пакет javutil.concurrent и будет небольшая практика. Что такое shared mutable state? Что такое shared mutable state? Что это такое? Когда несколько потоков общается через общую перемену. Почему мы его как-то отдельно выделяем? Потому что бывает не shared mutable state, которые частные, не используются. Понятно, что бывает не только shared mutable state. Я имею в виду, что если вы пишете из разных потоков в одну и ту же перемену и не используете никаких дополнительных jav-овских примитивов синхронизации, то возникают проблемы. Какие проблемы? Мы с вами в тот раз поговорили. Собственно, какие проблемы? Гонки данных и состояние гонки в частности. Собственно, сегодня мы с вами научимся делать ту самую правильную синхронизацию. Это формальное определение того, что такое потоковый безопасный код. Из него что нам важно понять? Это то, что ваш код будет правильно синхронизован, только если он будет работать формально, корректно, даже без дополнительных внешних усилий. То есть ваш код должен быть внутри правильного синхронизования. Нужно просить пользователя, чтобы он написал еще какие-то дополнительные вызовы в правильном порядке, из правильных потоков. Такой код не будет с потоком безопасным. Так, как сделать правильную синхронизацию? Тут просто вспоминаем, какие у нас проблемы возникают. Мы записали что-нибудь в одном потоке, в другом потоке пытаемся прочитать эту перемену, но мы это не видим. Это что? Это data race. Потом какие-то операции, типа инкремент или даже чтение double переменных в 32-питных системах, или чтение типа check the null, то есть мы сначала проверили, что какая-то переменная чему-то равна, например, она не равна null, а потом мы что-то берем из этой переменной, записываем, читаем что-то из этой переменной. Это не атомарные действия, могут возникнуть с этим проблемы. Так, ну и если вы будете использовать синхронизацию, у вас могут возникнуть еще другие проблемы, типа deadlock, livelock, но дальше, когда мы до этого дойдем, поговорим про это. Ну и, конечно же, у вас могут быть проблемы с производительностью, но это совсем сложная тема. Тут вам нужно будет самим позаниматься, и там в конце бывают ссылки, у нас есть ссылки, в которых и указаны источники, хорошие по этой теме. Значит, первое. У нас есть sharedMutableState, это плохо, как мы с вами знаем. Что с этим можно сделать? Во-первых, можно избавиться от стейта вообще. По определению понятно, что с этим можно сделать, но первое, это можно избавиться от стейта. Значит, что значит избавиться от стейта? Нет переменных, нету sharedMutableState, значит, потоки не общаются, значит, они не испытывают эти проблемы. Да, stateless object, always readsafe. Ладно, следующее. Мы можем сделать state sharedMutable. Как мы это можем сделать? У нас для этого есть ключевое слово final. Тут нужно понимать, что если мы взяли какую-то переменную, написали, что она final, это значит, что вот это вот поле, что это вот final переменная, будет теперь потокобезопасным. В том смысле, что ее чтение всегда будет возвращать то самое изначально записанное значение. Если это, например, ArrayList, как в этом примере, то вот эти внутренности ArrayList, поскольку мы здесь написали final, они не будут потокобезопасными. То есть в этом случае нам нужно еще использовать какую-то потокобезопасную коллекцию. Ладно, теперь вернемся к нашему примеру. Вот у нас есть пример billing-сервиса, который находится в ruatom lecture 11 billing. Значит, напоминаю, здесь у нас есть некоторая карта, где по имени пользователя содержится количество денег, которое есть у этого пользователя. И, как мы с вами помним, в тот раз мы посмотрели, что этот сервис работает некорректно, потому что несколько потоков, когда мы пытаемся переводить деньги, эти переводы происходят в нескольких потоках, и этот код неправильно синхронизован, если говорить формально. Давайте посмотрим, как его нужно правильно синхронизовать. Постепенно будем его чинить. Во-первых, тут нужно, когда мы такие проблемы пытаемся решить, нужно понять, какие части кода нас интересуют. Нас интересует чтение записи переменных. Причем чтение записи shared mutable state. Да, shared mutable state. Как вот здесь shared mutable state? Вот это user-to-mine, это shared mutable state. Какие операции являются интересными для нас? Чтение записи. Вот это чтение, или запись, что это? Это и чтение, и запись. Почему? Потому что, во-первых, мы читаем самую переменную, вот это вот. User-to-mine, это сама переменная. У нас внутри объекта blink-ресурс, который является singleton, есть еще вот такой вот объект. User-to-mine, это переменная. Более того, мы вызываем метод put, и это уже запись. Мы внутрь вот этой вот, внутрь объекта, это что у нас за объект? Это хэш-карта, который тоже как-то устроен, в нем есть какие-то поля, если посмотреть. Их тут много разных полей. Ну, например, там есть, понятно, что какой-то сет, который содержит все entry, который лежит в этой карте. И, собственно, получается, что в этой срочке у нас есть и чтение, и запись. Вот с помощью final, с помощью final мы что-то здесь можем решить. Но с помощью final мы решаем проблему только с присваиванием к новой карте. Ну да, то есть на самом деле слово final нам здесь, в принципе, может помочь. Можно написать private final. Что это значит? Что вот эта переменная, user-to-mine, будет инициализирована только один раз при создании объекта, она будет инициализирована вот этим объектом, новой хэш-карты. И каждый раз, когда мы будем читать вот эту переменную, эта переменная будет прочитана правильно. Это гарантируется моделью памяти Java для final переменной. То есть слово final означает не только то, что мы один раз проинициализировали какой-то объект, а еще то, что каждый раз, когда мы его будем читать, при правильной инициализации объекта, он будет прочитан всегда правильно. Так. Хорошо. То есть мы в каком-то смысле починили проблему с тем, что вот эта переменная сама по себе user-to-mine могла быть инициализирована неправильно. То есть на самом деле, если мы берем от слова final, то строго говоря, по модели памяти Java, получается, что вот эту переменную мы могли, в принципе, вот здесь вот не прочитать, увидеть ее как null. Но тут надо оговориться, что так как мы используем Spring, то вот этот контроллер, это на самом деле определение бина, когда... То есть этот объект когда создается? Когда инициализируется контекст, потому что это синглтон, правильно? То есть... И более того, Spring еще дает дополнительные гарантии. Инициализация объекта фонных правильно инициализирует, и мы на самом деле, даже если не напишем здесь final, увидим вот это поле. Но если писать совсем уж так формально неправильно, если мы забудем, что это Spring, то лучше написать final. Вот. То есть мы побороли всего лишь одну маленькую проблемку с тем, что вот это вот поле могло быть прочитано как, ну, как в каком-то случае. На самом деле здесь проблем очень много. Давайте так подумаем, какие здесь проблемы есть, кроме вот этого, вообще в нашем коде. Мы сами помним, что у нас есть гонки данных, есть data races, race conditions. Здесь что есть? И то, и то. Есть и то, и то. Ну, да. Пример гонки данных какой? Ну, мы записываем здесь нашего пользователя, а затем проверяем на то, что содержится ли он у нас вообще. И получается, мы можем второй поток не увидеть то, что у нас этот пользователь был добавлен. Ну, да. Да. Ты все верно говоришь, только мне кажется, ты спутал две. Но, ладно, скажу формально. Да, но это было бы data race. Да, сейчас был data race. Ну, я и ходил data race. Ладно, смотрите. У нас есть и то, и то. То есть, и data race, и race condition. Почему? У нас есть, что такое data race? Это когда несколько потоков пишут в одну, несколько потоков обращаются в одной переменной, хотя бы одна из них является записью одной из этих обращений. Это приводит к проблемам. И у нас такая ситуация есть. То есть, на вот эту вот запись, например, во внутренности этой карты. И у нас здесь есть чтение из этой карты. Здесь нет никакой дополнительной синхронизации. Это просто методы, которые написаны так, как будто это однопоточная программа. Здесь есть data race. То есть, что это значит? Что мы можем что-то записать вот здесь вот, а вот тут можем это не прочитать. Вот. То есть, мы, например, добавили кому-то деньги, а вот деньги этому не пришли. Возможно, они придут позже. Но это нарушит наше всякое понимание о том, как работает этот код, в принципе. Дальше. Какие у нас здесь есть race condition? Какие у нас здесь есть race condition? Какие race condition у нас здесь есть? То есть, у нас здесь какие-то операции не атомарно. Какие операции не атомарно? Ну, ладно. У нас здесь не атомарно… У нас здесь более-менее классический случай check the nack. То есть, мы сначала сделаем какие-то проверки. Например, что у нас такой пользователь вообще есть, что у него есть достаточное количество денег для того, чтобы вычесть их. И только потом забираем у него деньги. То есть, мы сначала сделали какую-то проверку, а потом записали в эту переменную. Сначала прочитали, потом записали. И это все выполняется не атомарно. Сначала мы можем дойти до сюда, контекст может переключиться, другой поток начнет выполнять код. И здесь мы получим… То есть, другой поток может изменить, собственно, вот эту карту. И здесь получится, что мы перепислить какое-то значение другого потока здесь. Потеряем данные. Вот. От этого всего мы хотим избавиться. Значит, final здесь нам не поможет. Так, ладно, вернемся. Мы знаем, что у нас есть shared method. Это плохо. Мы знаем, что нет, стоит, а нет проблем. Мы можем делать thread, вернее, объект unshared, ununmutable, а еще мы можем делать его unshared. Что значит? Что мы хотим, чтобы объект принадлежал только одному потоку. То есть, каждый раз, когда поток обращается к какому-то объекту, он получает свою копию, можно так это переформулировать. Для этого в Java есть примитив. Не то, что примитив, но есть такой класс, который называется threadLocal. Давайте посмотрим пример. Пример. ThreadLocal. То есть, у нас здесь есть, если мы посмотрим на код, то у нас запускается два потока одинаковых, и каждый из них выставляет какое-то случайное значение от 0 до 100, ждет 2 секунды, и потом мы просто печатаем, какое значение в этой переменной будет видно. Ладно, посмотрим, что будет, если у нас такой код будет выполнен. Если мы увидим, что вот эта перемена у нас threadLocal. Что значит, что у каждого thread будет свой такой объект. То есть, получается, что и значения там будут разные. Посмотрим, что в друге получилось. Да, действительно, у нас два разных объекта, и получается два разных значения. Если уберем threadLocal. Да, если уберем threadLocal. Хороший вопрос. Сейчас уберем, посмотрим, что будет. Так, здесь нужно написать, наверное, что-нибудь типа 0. например, нужно убрать set. Потому что такой вот интерфейс был у threadLocal. И он сначала достать из него объект. А, равно нужно написать threadLocal, короче, равно. Вот. ThreadLocal равно. Ну, здесь напишем, что он уже не нам threadLocal, на самом деле. И что же здесь неправильно-то? Что же здесь неправильно? Да, да, потому что, на самом деле, это совсем неинт. Нет, не того. cannot cast. Просто int. Да, все верно. Так. Все. Получается, теперь у нас вот эта переменная shared. До этого она была не shared. Это sharedMetalState. И что у нас в итоге получится? Видимо, одно и то же значение. Или нет? Или разное не будет? Одно и то же. Одно и то же, но, как мы с вами знаем из примера с предыдущей лекции, на самом деле, этот код все еще неправильно синхронизован. Правильно? Неправильно. Так вот. Но если нет, не правильно. Да. Почему? Потому что вот эту переменную один поток пишет, другой читает. И она не volatile, не final, она просто не синхронизована. Вернее, доступ к этой перемене не синхронизована. Как можно починить этот пример? То есть, ладно, что это значит? Это значит, что, в принципе, все, что мы в нее записали в какой-то момент времени, может быть просчитано. То есть, например, один поток записал туда число, не знаю, 40. Потом другой поток пришел и записал туда 30. Один поток может в итоге увидеть значение своего каша, грубо говоря, а другой своего каша. То есть, один увидит 40, другой 30. То, что мы видели по 30, нам, в принципе, повезло. Ладно, если мы хотим все-таки… Если мы, кстати, попробуем не private integer, а private int. То есть, не будем запихивать ее в облакомерку. Все будет то же самое? Нет никакой разницы. Там была ссылка на какой-то объект. Здесь будет просто значение. А, точно. Да, все. Ладно, то есть, если мы… В принципе, сейчас все влосит, примерно, к примеру, volatile example. То есть, если мы хотим, чтобы действительно вот эта переменная всегда имела одинаковое значение, и это был формально корректный код, то нужно написать что здесь? volatile. volatile, правильно, volatile. Сейчас мы запустим и увидим то же самое поведение, просто это тоже дает нам везло, на самом деле. Это запустил… Да, все. Один. Ладно. Что еще? Можно я с ним писать final? Можем или нет? Нет, но мы же его меняем. Да, все правильно, потому что мы эту перемену меняем. То есть, так более-менее, у вас есть некий такой выбор. Если вы хотите сделать какую-то переменную, потокобезопасную, в каком-то смысле, да, то вы можете написать ее final, если можете. И, в принципе, как можно чаще пытайтесь писать final. Если вам приходится ее менять, то напишите ее volatile. Ну, опять же, вам нужно понимать, имеется ли к ней доступ из разных потоков или нет. Если нет, то не нужно писать volatile. Ладно. Дальше. Опять же, если можно избегать конкаренции, потому что, на самом деле, довольно сложная тема. Сейчас мы увидим, почему. Да, сейчас мы с вами выясним, что в примере с биллингом у нас были и гонки данных, и состояние гонки. То есть были нетоматные операции, и просто один поток пишет, другой не видит, что написал другой поток. Как это побороть? На самом деле, такой самый простой совет. Если можно, то в многоточной среде лучше использовать какие-то готовые уже джавские примитивы или конкарен коллекции. Значит, первый совет здесь, который можно использовать, это вместо хэш-мэп использовать конкарен хэш-мэп. Конкарен хэш-мэп. Это аналог хэш-карты, только внутри гранулярно-синхронизованный, который содержится в j-util-конкарен. Что значит, что он гранулярно-синхронизованный? У нас дальше это будет, но это более-менее значит, что не каждый раз, когда мы заходим внутрь этой карты, у нас все остальные потоки встают. Там более гранулярная синхронизация. Ну так вот, суть в том, что когда мы что-то там кладем в эту карту, то другой поток, когда пытается оттуда это извлечь, он действительно это увидит. То есть такие гарантии, как карта хэш-мэп дает. Ладно, что это значит для нашего примера? Это значит, что вот здесь мы положили все это внутрь этой карты. А вот здесь мы это прочитали. Например, здесь мы это читаем, и здесь, в принципе, мы тоже это читаем. Хатеринские – это же тоже чтение. То есть мы побороли какую-то из проблем. То есть у нас теперь здесь не будет, на самом деле, гонок данных. Гонок данных не будет. Все, что мы записали из одного потока, в другом будет увидено. Ладно, у нас еще остались, как мы помним, проблемы. Да, race conditions. Ну, то есть какие-то операции у нас нет, а марно. Хорошо, какие? На самом деле здесь уже есть некое такое решение, надо только подумать, правильно оно или нет. Сейчас мы с вами пройдем такую возможность Java, как синхронизм блоки. То есть это критические секции, на самом деле. Сначала посмотрим на синхронизм, потом разберемся с тем, как же все это работает. Синхронизм экзампл. Синхронизм синхронизм такой. Вы можете взять какой-то блок кода и сказать, что он синхронизм на каком-то объекте. Вы не можете не указывать объект, вы же не писать какой-то объект. Что это значит? Что когда какой-то поток войдет в этот метод, дойдет досюда, он, что называется, захватит лог этого потока. У каждого… ой, лог этого объекта, так сказать. То есть на самом деле у каждого объекта в Java есть внутренний лог. И получается, что когда мы его захватываем, происходит следующее. Если другой поток сюда придет и попытается его уже захватить, то есть лог того же самого объекта, то он не сможет это сделать, потому что он уже захвачен другим потоком. И он здесь остановится и будет ждать. Что это значит? Что относительно этого лога, эти потоки, вот эти вот операции, которые внутри блока синхронизм будут выполнять атомару. Это первое, что это значит. А второе, что это значит, что если один поток синхронизм на каком-то логе, здесь что-то сделал, записал какие-то переменные, то другой поток, который захватит тот же самый лог, он увидит все записи того потока. Так, и, собственно, есть еще второй синхронизм у синхронайст, когда вы можете метод пометить синхронайст. Что это значит? Это значит, синхронизация будет на ZIS. Вот и все. То есть это примерно то же самое, что написать вот здесь вот. Синхронайст на целый метод, но не на лог, а на ZIS. Вот так. Ладно, еще есть такой вопрос, который мог бы возникнуть. Что если мы напишем так? Что будет, если мы напишем так? Если мы статический метод пометим как синхронайст. На классе. Да, это значит, что он будет синхронизоваться не на ZIS, а на классе, на объекте класса. То есть на объекте, в данном случае, синхронайст экзампл точка класса. Вот на этом вот. Точка класс. Он один. Получается, что это некий такой глобальный лог. Ладно. Хорошо. Теперь мы знаем, что такое синхронайст. Теперь как же этим всем пользоваться? Собственно, давайте попробуем с помощью синхронайстов починить наш пример. Сбилинг ресурс. Значит, мы хотим какие-то… Во-первых, зачем мы хотим здесь поиспользовать синхронайст? Чтобы какие-то блоки кода были атомарны. Правильно? Хорошо. Какие блоки кода выделить? Это первый вопрос. И второй. На каком логе синхронизоваться? Ну, логичнее синхронизоваться на юзер-тумане на всем массиве. Да. Во-первых, у нас, в принципе, есть выбор, на чем синхронизоваться. Например, можно синхронизоваться на вот этом объекте юзер-тумане. Во-вторых, на зис. Есть какая-то разница? Ну, на первый взгляд, нет. Только большой разницы нет. Но обычно синхронизуется на каком-то внутреннем объекте. Почему, как ты думаешь? Ну, чтобы более точечная блокировка была, а не все возможные вообще потоков, которые прошли? Ну, нет. Я имею в виду, что почему мы здесь будем синхронизоваться, то почему мы будем синхронизоваться лучше на юзер-тумане, чем на зис? Но это более читабельно. Ну, то, чтобы более читабельно. Но отчасти да. То есть, во-первых, какое правило синхронизации, такое самое базовое. Какие данные мы меняем и читаем, какие данные мы, короче говоря, обращаемся, на тех и синхронизуемся. То есть, как бы, у объектов почему есть внутренний монитор? Потому что этот монитор охраняет этот объект. В этом смысл. Да. А во-вторых, ну, можно еще такую ситуацию представить. Вот у нас есть какой-то биллинг-ресурс. И эта переменная хранится еще там в каком-нибудь другом ресурсе, в сервисе, я не знаю. Какой-нибудь вот этот наш объект биллинг-ресурса хранится в таком другом сервисе. Ведь на нем тоже кто-то может синхронизоваться. То есть, лучше бы держать все вот эти локи внутри. То есть, к чему такая проблема может привести? Ну, как минимум, к тому, что называется, контеншину на этом объекте. Очень много объектов будет на нем синхронизоваться, они будут устраиваться в очереди на этом объекте. И это лучше так не делать. Часто еще вообще заводят какой-нибудь внутренний лок в таком вот духе. Ну, там private и fine. Не, Влада, потому что мы менять его не будем, просто специальная биллинг для того, что на нем лочились. И по ним непонятно, для чего он вообще нужен. Хорошо. Значит, какой блок... Ну, мы уже решили, что синхронизоваться, мы будем вот на юзер-ту-майне. Ладно, какой блок кода или какие блоки кода синхронизовать будем? Да, правильно, это важно. Нужно синхронизовать, во-первых... Ладно, во-первых, мы можем синхронизировать использовать для двух вещей. Первое, для того, чтобы побороть, что называется, гонки данных. А, во-вторых, состояние гонки, да? Вот. Гонки данных мы, в принципе, уже побороли, потому что мы используем concurrent хешмэп. То есть для этого мы не хотим использовать синхрониз. Поэтому нам сейчас не нужно задумываться о синхронизации чтения и записи. А нам нужно выбрать такой блок кода, который мы хотим сделать атомарным. Получается, там, где мы работаем, именно с записью внутри этого массива. Ну, внутри этой карты. Вот у нас на самом деле... Мы не вычитаем за эту запись и где мы ее изменяем. Вот, в частности, я бы добавил в этот синхрониз блок и в юзер-тумании меньше равномании. А почему не вот этот первый... Это у нас решается гонкой данных. Потому что здесь мы проверяем всего лишь на то, что мы содержим, а сайт содержания обеспечивает нам concurrent хешмэп. И еще мы читаем в другой функции, в третьей. Там тоже у нас чтение происходит. Здесь? Да, здесь. Здесь у нас получается... Мы же читаем... Сейчас, там называется toString, а toString читает состояние именно каждой переменной. Да. Вот, поэтому я бы ее тоже не положил в уроке. Да, ты правильно рассуждаешь, но просто, опять же, мы с помощью синхронизма уже две проблемы решить, но мы сейчас только одну хотим решить. Да. С атомарностью. То есть, ты правильно говоришь, что если мы хотим решить проблему с токонками данных, то мы должны синхронизоваться на одном и том же блоке, причем и чтение, и записи. То есть, если бы мы здесь не использовали concurrent хэшмэп, то нам бы пришлось все чтения и записи синхронизовать на одном и том же логе. Но мы сейчас используем синхронизм только для того, чтобы какой-то блок кода сделать атомарным. Поэтому мы не будем вот то, что ты в конце сказал, синхронизовать вот это, хотя это было бы правильно для решения этой проблемы. Да, а то, что ты сказал, правда, расширить блок синхронизм, который был здесь. Ладно, во-первых, это как бы довольно нетривиально сразу так понять, каким образом нужно синхронизовать блоки кода, какие блоки кода выбираются. Но есть, в принципе, такой трюк, способ размышлять. Нужно просто понять, какой инвариант в вашем коде должен сохраняться. Ладно, первый инвариант, который совершенно очевиден, это то, что вот мы посылаем деньги от одного пользователя к другому, и вообще между пользователями деньги посылаем, но должен сохраняться инвариант, что количество денег в системе должно сохраняться, общее количество денег должно сохраняться. что это значит вот если мы уберем этот блок синхронность нет никакой у нас синхронизации здесь написанной нами что это значит что вот в этот вот между вот этими двумя операциями этот вариант может нарушиться мы какому-то пользователю время какого-то пользоваться отняли деньги а и новому этому пользователю еще не дали может другой поток прийти и что-то нам нарушить на нарушить ну как бы то что нарушается на вариант приводит к тому что могут потеряться до принципе хорошо значит как минимум нужно обернуть в боксин храна есть на на чем мы решили на юзер тумане вот этот блок как минимум ну да ты верно заметил что скорее всего нужно будет сюда добавить еще вот это вот проверку чек занакт ну во первых просто потому что это достаточно стандартный патент который легко обнаружить что мы сначала что-то проверяем потом делаем но тут просто нарушать другом варианты подумать как у меня здесь нарушается да да думаю такой вариант да когда что после что у нас никогда у пользователя не должно быть 30 баланса если мы это уберем то вот в этот момент если мы вот отсюда уберем синхронизацию отсюда берем на старое место то может оказаться что вот после вот этой проверки кто-то забрал у него денег и потом мы у него попытаемся забрать деньги и 5 не получит отрицательное количество денег и он будет нарушен чтобы как бы подумать о каких на вариантах более-менее такого рода ассерты которые вы хотите в коде сам проверить еще вопрос по поводу последней функции то есть почему мы не должны тоже заключается потому что ведь если у нас предположим произошло так что у нас кто-то из мы зашли в эту функцию сейчас да да нам не приходится писать некий дополнительной синхронизации потому что мы используем конкурент хэшмэп которая внутри вот это именно что потока безопасности на 3 цех вещь то есть мы можем ее использовать более-менее как угодно с разных потоков то есть может описать читать оттуда можем вызывать на ту стринг и он будет правильный в смысле что все записи которые произошли до этого будут набедны так хорошо значит как пользоваться синхронизацией ну это это мы сейчас довольно гранулярно уже все сделали на самом деле как бы первая мысль которая приходит и с нее с пожалуй стоило начать это это можно в принципе просто все синхронизовать да просто 7 лет сделать синхронизм на зис или синхронизм на юзер тумане и этот будет в принципе валидное решение просто у него будет проблема какая ну да у вас получается все потоки будут устраиваться в очередь что выполнить каждый каждый метод поэтому мы значит сделали такую более-менее гранулярного синхронизации так можно проверить сейчас стартую этот сервис и поверим что у нас все работает правильно сам этот тест который я который тест g-метра он не совсем формально верно точки зрения да не то запустилась так сейчас это будет не совсем конечно же валидный тест конкурент системы но он достаточно показательный простых случаях показываешь на система не валидно так я уже просто поднимал сервис скорее всего да я уже поднимал нужно восстановить так его поднял под посмотрим значит если у нас там какие-нибудь пользователи нету создадим пользователя им пользователя саша садим пользователя сергей посмотрите нас там пользователи c2 пользователя и теперь у меня есть g-метр такой же метр тест который 10 тысячу раз не 10 тысяч раз производит перевод по 1 рублю хорошо посмотрим как-то работает так все он выполнил все 10 тысяч запросов теперь посмотрим сработало ли это верно да как минимум выглядит что это работает верно хорошо дальше ну на самом деле когда мы с вами говорили у каждого объекта есть внутренний монитор мы не говорим что там есть лог мисс монитор монитора конечно чуть более сложный чем лог мы часто своему и будем приступ проходить но почитайте об этом это собственно те методы которые торчат внутри класса обжиг который позволяет этим самым монитором управлять дальше ну с вами научились использовать синхронизм для того чтобы решать состояние гонки там прямо с автоматностью хорошо для того чтобы решить проблему с видимостью наших изменений давайте тоже на какой-нибудь примере попробуем воспользоваться хранится для этого ну вот например у нас есть пример волатайл экзампл как мы с вами помним это с предыдущей лекции это пример в котором один поток пишет что-то в переменную другой читает но не видит изменения это перемен мы это лечили с помощью слова волатайл вот сейчас мы запустим этот код и оба потока завершаться это значит что программа сработала правильно если мы уберем волатайл программа не завершится скорее всего она не завершилась почему потому что этот поток пытается прочитать перемену ран ранен который тот поток выставил фолз но не видит этих изменений потому что ну например это переменная села в кэшах того процессора на котором выполняется тот поток например хорошо эту эту же проблему можно решить в принципе с помощью синхронизации хотя это не очень естественно для этого примера можно использовать синхрониз в этом смысле хорошо как как мы это сделаем во первых правило такое мы должны синхронизовать все записи и чтения это первое а второе на одном и том же логе во первых выбрать нужно что синхронизовать и на чем значит на чем синхронизуем первое можно предположим создать отдельный лог который мы будем синхронизовать да согласен давайте создадим новый отдельный лог так object лог равно new object да и нужно сделать final просто если вы это не сделаете и пытаетесь с ним синхронизоваться вам скажут плохо синхронизоваться на не final перемены хорошо дальше да все верно нам нужно синхронизовать запись это очевидно на локе на локе вообще можно можно в принципе цикл но мы же в цикле читаем да давайте давайте мы можем сделать так попытаться как вы думаете сработает или нет да сработает нет не сработает попробуем то есть если бы код завершился то был бы формально верно он не завершается почему так хорошо давайте подумаем что у нас здесь не так что у нас здесь не так у нас есть один поток какой из них первое первые захватывает лок практически считаю что вот это потому что вот этот придет 100 миллисекунд дает как бы другому захватить это хорошо он захватывает и крутится 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 И потом просыпается второй поток, доходит до вот этой строчки, пытается его захватить. Он может захватить? Не может, потому что вот этот лог захвачен тем. Хорошо, значит, что он никогда сюда не запишет false, значит, что он не завершится и не даст завершиться другому потоку. Чтобы это было более очевидно, давайте здесь поставим вот эту самую систему от принадлежа 2 finished. Просто было написано, что он finished, но на самом деле он еще не завершился. Вот сейчас мы видим, что вообще ничего не было выведено, потому что да. Потому что второй поток не может дождаться первого. Это что называется leave-lock. Ладно, хорошо. То есть на самом деле у нас здесь проблема синхронизации, правильно? Вот мы засинхронизовали зачем-то вокруг всего лока, вокруг всего лупа. Хорошо, как бы это по-нормальному сделать, по-другому? Ну, предположим, в цикле проверки. Да, нам, очевидно, нужно как минимум где-то внутри делать эти проверки, эту синхронизацию. Правильно? Ну, в контролайке не спасает цикле. Нет, это что-то с print on, с not print on. А, нет, неправильно. А, вот тут была личная скобочка. Так, во-первых, это будет правильно или нет? То, что ты сейчас написал. Ответ нет. Мы же хотели синхронизовать чтение, правильно? Мы хотели синхронизовать чтение. Это неправильно. Нам нужно, чтобы вот это вот чтение было внутри. Хорошо. Ну, тут while, наверное, будет сложный поиспользовать. Давайте напишем for. То есть у нас просто будет тот же самый внешний цикл. И здесь мы будем читать эту самую переменную. Значит, если получается, что, как он называется, running, то если не running, то break, правильно? Все. Сейчас мы синхронизовали, синхронизовались. Вот это можно даже вынести, в принципе, правильно? Можно вынести или нет? Хорошо. Посмотрим. Мы синхронизовали и чтение, и запись этой переменной. Действительно, все правильно сработал. А, вопрос. Если мы вернем вариант, когда мы в цикле while running, и несмотря на то, что синхронизируемся на то, когда мы каунтер прибавляем, там же вы говорили, что есть свойство о том, что у нас после того, как мы заканчиваем синхронизацию, последующие синхронизируются с нами, видят изменения. То есть, даже несмотря на то, что мы не синхронизируем чтение, мы потом увидим изменения и выйдем оттуда. Видите? Так. Я немного запутался от твоих слов. Давайте попробуем. Хорошо, сейчас ты будешь говорить, что мне нужно написать. Отменить dot, dot, dot. Давай, я понял. Вот, да, вот сейчас давайте запустим. Оно же заработает. Почему заработает? Ну, потому что, когда мы… То есть, мы сначала синхрониз… Да, оно заработало, действительно. Синхрониз-лог у нас отработал, второй который. А он изменил ранен и рассказал всем, что он изменил ранен. И когда мы заходим в лог на каунтере, мы прочитали эти изменения и уже в последующей итерации прочитали то, что ранен у нас уже false. Ну, ты, конечно, немного вперед забежал, но это не совсем верно. Это, возможно, сработало, но, насколько я понимаю, это не совсем верно. Почему? Потому что у нас есть action, да? Когда мы все говорим о записи и чтении переменных, на самом деле, если более формально в сфере зрения модели памяти, Джава говорит, у нас есть action, запись и чтение переменных. Есть еще другие action, но это самое интересное для нас. И некоторые из них — это synchronization action. Вот чтение и запись в лотайо-переменных — это synchronization action, и они связаны. Значит, чтение лотайо-переменной, синхронизис виз... Вернее, да, чтение лотайо-переменной, синхронизис виз-запись. Это значит, что после чтения лотайо-переменных мы видим все, что произошло до записи в лотайо-переменной в другом потоке. И то же самое и с захватом лока в синхронизис. Но они друг с другом не синхронизис виз. Только запись и чтение одно и то же лотайо-перемен. А, нет, подожди, да. Ну, на самом деле нужно посмотреть спецификации, но, насколько я понимаю, как минимум это не прописано в модели памяти. То есть это две разных пары. Скорее всего. Ну, это сработало, и, возможно, это значит, что это и правда так. А, возможно, значит, что нам просто повезло, как иногда бывает на многоуточных системах, нам везет. Там, из-за особенностей нашей архитектуры, из-за особенностей того, как был оптимизирован код. Ладно. Ну, правильный пример был до этого показан. Так. Ну, и опять же, что важно. Сейчас я верну все, что мы там понаписали в итоге. Что-то я вернусь, когда-либо вперед зашел, мне кажется, что это вообще. Сейчас. Значит, у нас был лог. Финальный. Хорошо. И мы здесь написали for. Если не running, то break. И мы вот этот синхронизовались на локе. и здесь мы тоже синхронизовались на локе, чтение. Ладно. Значит, такой вопрос. Если мы возьмем и будем синхронизовать только запись, будет ли все работать или нет? То есть вот здесь вот мы убьем синхронизацию. Здесь у нас же только чтение, правильно? Будет сработать или нет? Ответа нет, не будет. То есть это будет формально неверная система. Она может, в принципе, сработать, как обычно. Но не сработает и даже не сработала, в принципе. Почему? Потому что такое правило пользования синхронизации. Вы должны синхронизировать и чтение, и запись. И дальше мы посмотрим, почему именно так. Есть просто набор правил, из которых это следует. Которые определены в этой самой модели памяти. То же самое. Если мы синхронизуем только чтение, тоже никаких вот этих гарантий не появится. То есть опять же, синхронизуем и чтение, и записи, если хотим бороться с гонками данных. И второй, синхронизуемся на одном и том же локе. Правильно? То есть, например, такой вопрос. Вот мы сейчас так напишем. New object. Это будет работать или нет? Синхронизация есть. Но у нас объекты разные. Да, все верно. Это разные объекты. Мы в одном синхронизовались, вернее, в записи мы синхронизовались на одном объекте, а в чтении на другом объекте. Значит, что два потока вообще не пообщались друг с другом. Они ничего друг о друге не узнают. Значит, ладно. Дальше. Теперь, наверное, немножко теории про то, как вообще работает весь этот синхрониз. Мы с вами теперь узнаем, как работает синхрониз. Сейчас это нарисую. У нас есть какой-то объект. Не важно, какой. Не называть его просто лок. Потому что мы будем использовать его просто как лок. У нас есть два потока. Первый поток и второй поток. Хорошо. Вот мы объявили какую-то критическую секцию, которая синхронизована на этом объекте. Вот у нас есть захват этой критической секции и отпускание этой критической секции. То есть мы зашли какой-то метод, который синхронизируется, например, на ZIS. Вот это ZIS. И у нас есть какой-то другой поток. Но они синхронизованы на одном и том же объекте, поэтому они выполняются последовательно. Хорошо, как можно еще понять вот это самое использование логов в синхронизацию? Когда какой-то объект, или когда какой-то поток захватывает лог, это происходит… или так, когда какой-то объект отпускает лог, это происходит вот здесь вот. Это что называется релиз, то есть мы релизим этот лог. Хорошо. Он в этот момент как бы сообщает вот этому логу, который сейчас пытается отпустить, все свое состояние. Хорошо. И у нас есть другой поток, который… не все свое состояние, все состояние, которое он записывал до себя, до этого момента. А этот релиз, можно сказать, он просто изменения передает всем остальным? Да, он как бы сообщает в этот момент, как бы сообщает все свои изменения этому объекту. А потом, когда другой поток захватывает тот же самый лог, он во всех изменениях, это называется aquire, он как бы от этого лога все эти изменения узнает. По-другому как-то можно сказать. Получается, что потоки общаются через лог. Какая еще может быть метафора? Метафора такая… Вот у нас есть несколько разработчиков, и все они пишут какой-то один большой проект. И у нас есть репозиторий. Репозиторий – это то же самое, что здесь примерный объект или лог. Понятно, что они хотят общаться, они хотят друг другу сообщать о своих изменениях, то есть коммитить, пушить и пулить. Соответственно, семантика там примерно получается такая же, как в случае синхронизации. То есть мы сделали какие-то изменения и хотим их послать на сервер. И хотим, чтобы другие это увидели. Во-первых, мы должны использовать один репозиторий. Очевидно, мы должны использовать один общий репозиторий. То же самое, что лог. У нас должен быть один общий лог. Если у нас все два потока, и они синхронизуются один на этом логе, а другой на этом логе, получается, что эти критические секции, они друг вообще никак не связаны, объекты не общаются. То же самое, что разработчики коммитят в разные репозитории, они друг о друге ничего не узнают. Это во-первых. Во-вторых, собственно, есть момент, когда ты данные посылаешь, есть момент, когда человек данные получает. Собственно, тот момент, когда ты как бы пушишь репозиторий, это момент релиза лога. Ты за релизе лог, ты говоришь, ну все, я что-то сделал, а теперь лог. Вот все мы изменили репозиторий, получив все свои изменения. Хорошо. Чтобы другой поток узнал о всех этих изменениях, он должен выполнить тот самый acquire, то есть захватить тот же самый лог. То есть он должен сделать пул из того же самого репозитория, очевидно. Можно так себе представлять. Но самая простая метафора – это что потоки общаются через лог. Через логи. Хорошо. Дальше. Здесь дальше идет чуть более формальное описание того, как с точки зрения модели памяти все это работает. Мы с вами уже знаем про Synchronize, мы с вами знаем про Volatile. И оказывается, на самом деле, что модель памяти их более-менее одинаково определяет. И тут вот можно это так понимать. Вот у нас есть какой-то, как мы с вами говорили, лог. Сейчас то же самое, в принципе, нарисую. Есть два потока. И вот у нас есть какой-то момент захват этого, вернее, отпускания этого лога. Это на что? Это релиз. Это релиз. И у нас есть в какой-то момент захват того же самого лога другим потоком. Это называется acquire. Модель памяти, как мы с вами помним, она говорит про экшен. У нас там есть экшены. Запись, чтение переменных. Там есть экшены захвата, отпускания лога. Есть еще экшены, первое, последнее действие в потоке. И между ними есть еще экшены, записи и чтение Volatile переменных. Volatile reads and writes. Собственно, эти записи связаны друг с другом. Сейчас мы так попытаемся связать, как у нас синхронисты и Volatile, как оказывается, более-менее похожие вещи. С точки зрения модели памяти отпускание лога, вернее, захват лога, синхронизис вис, отпускание того же самого лога другим потоком. То есть между ними есть какое-то отношение. И, как мы с вами говорили, в этот момент нам поток, вернее, этот объект сообщает все изменения из этого потока. Формально, если так нарисовать это чуть более наглядно, получается, что все изменения, которые подошли до этой точки, через этот объект стали видны вот этому потоку вот здесь, после захвата этого лога. Формально в модели памяти это говорится как то, что если вот эти два экшена синхронизис вис, то все экшены, вернее, да, все экшены, которые были до этого, что называется, happens before, вот этих экшенов. Есть гарантии, что все, что произошло, вот здесь, вот, увидит изменения, которые произошли, вот здесь вот. То есть, не увидит изменения, которые произошли, вот, здесь вот. Вот, этот поток не увидит, что произошло, вот здесь вот. И вот здесь вот этот поток еще не будет знать о вот этих изменениях. Только вот здесь мы увидим вот это. То есть это верно для локов. Более того, примерно то же самое верно и для других синхронизейшн-экшенов. В частности, для чтения записи Volatile перемены. Здесь мы немножко изменим картинку. Я перейсую еще раз, чтобы не было путаницы. У нас есть Volatile перемены. Выглядит все примерно так же. У нас есть два потока. Только вместо захвата и отпускания локов у нас будут экшены. Релиз — это запись Volatile переменную. А здесь у нас будет чтение из Volatile переменных. Это будет aquare. И здесь верно все то же самое. То есть если мы в одном потоке что-то там сделали, а там записали какие-то переменные, неважно, не знаю, Volatile или не Volatile, неважно, это конкаро структура данных или нет, просто любые переменные, публичные, шарик mutable. Потом мы записали, что это Volatile переменная, то в другом потоке, если мы прочитаем эту Volatile переменную, то все вот эти изменения, которые были здесь, будут видны в этом потоке. Такое формальное правило. То есть когда вас спросят объяснить, что такое Happens Before Java, у нас обеседование уже более-менее senior или как минимум среднего уровня, такое спрашивают иногда. Вот такое вот объяснение примерно. Ладно. Из этого, ну это довольно низкоуровневое правило, но на самом деле оно довольно практическое. То есть, во-первых, почему оно такое сложное? Ну потому что модель памяти, как мы знаем, хотели сделать такой, чтобы она была и понимаема, и в то же время она была реализуема, и довольно реализуема как бы производительно. То есть чтобы GVM была производительна, чтобы программа, которая пишет на это GVM, была производительна. Были производительны. Поэтому правила-таки немножко странные. Хорошо, какие из этого последствия? То есть на самом деле, чтобы хорошо забраться в том, как всей этой модели памяти пользоваться, есть несколько источников, которые я вам советую посмотреть в конце этой лекции. Есть главный источник. Это книга, которая написана ведущими людьми в разработке и GVM, и модели памяти, и модели памяти в других языках. В частности, да, Гри есть известный человек. Она называется «Gial Concurrents in Practice». В этой книге, там, самых основ, которые мы сейчас с вами прошли, до более высокоуровневой конструкции. Почему они такие, как им пользоваться? Все это есть. Но можно так, более-менее так вкратце сказать, что есть некоторые высокоуровневые правила, которые можно так на пальцах объяснить. Вроде. Понятно, что не хочется все время думать о влате переменных, о том, в каком порядке писать эти переменные. Есть просто, как минимум, такие правила. Как правильно создавать объекты? То есть правила безопасной инициализации объекта. Второе. Как правильно эти объекты публиковать? То есть вы создаете объекты, и вы потом хотите положить в какую-то shared mutable переменную. Как это правильно сделать? Значит, есть несколько примеров того, как правильно создавать объекты. Вернее, там примеры того, как неправильно его создавать. Вот на здесь initialization. И здесь safe initialization. И unsafe initialization. Во-первых, давайте сначала посмотрим на unsafe initialization. Это значит, что это просто объект, который будет создан неправильно, и в результате он может быть не thread safe. В том смысле, что вот эти записи, которые в нем происходили, могут потом в итоге быть неувидены другими потоками, видены неправильными состояниями и все такое. Почему? Потому что он был инициализирован неправильно. Во-первых, что значит, что он инициализирован неправильно? Значит, вот этот код, который выполнен до окончания конструктора, вот этот вот потом просто блок инициализации такого вот рода. И код конструктора, в нем есть какие-то ошибки. Давайте посмотрим, какие ошибки здесь есть, например. Мы будем их объяснять, если они непонятны. Какие здесь ошибки есть? Вот смотри. Они все более или менее, на самом деле, сводятся к простому. Вернее, к двум простым вещам. Вам лучше бы не публиковать ссылку на ZIS, какие-то левые переменные из конструктора, потому что ZIS в этот момент еще не создан. То есть ZIS – это ссылка на текущий объект, он еще конструируется, он еще не создан, и не нужно давать его и другим объектам давать, и другим потокам особенно не нужно давать. Это первое. Второе – не нужно создавать эти потоки прямо внутри конструктора. Две дурных практики. Ну, если вторая практика, я не знаю, кого может голову взбрести. Из конструктора создать новый поток. Ну, я не знаю. Но вот публикация из конструктора, вот такая вот публикация ссылки на ZIS, это в принципе может так прийти в голову. Например, в какой ситуации? Например, мы создаем какой-то объект, и хотим его записать в какой-то регистри. Типа, вот я, не знаю, я создал какой-то аккаунт, и я теперь хочу слышать изменения о других аккаунтах. Я говорю, вот помести ZIS в какой-нибудь там список слушателей, как бы подписать текущий объект. Вот не нужно это делать в конструкции, лучше это делать, если вы используете Springtel в постконстракте, то есть в тот момент, когда уже объект на самом деле создан. или какими-нибудь init методами, то есть не в конструкторе. Нужно дождаться, пока он был создан. Вот это, в принципе, такие самые базовые правила, то, как не создавать объекты неправильно. Понятно, что есть чуть больше, но самые базовые вот такие вот. Ну и еще другие правила. Опять же, мы про это уже говорили, но если возможно, нужно создавать объекты внутри Final, делать их immutable. То есть все эти переменные, в принципе, про статик не говорим, вот, например, про myset. Можно сделать ссылку на myset как минимум в Final. Это ничего не мешает, мы идею не перезаписываем. Если это можно, лучше сделать ее в Final. Ну и, соответственно, если это составной объект, если он, например, у нас были геометрические примитивы, например, у нас есть бар, внутри него есть точка, то тоже, если мы хотим сделать как бы потокобезопасную систему, то самое простое — это сделать все в Final. Точки Final, бары Final, внутри которых ссылки на точки Final. Все. Понятно, что это приведет к некому трейд-офф. Получается, что у нас для того, чтобы изменить этот самый бар, какой геометрический примитив, нам нужно будет создать новый клон, в смысле, да? То есть взять старый, поменять координацию, создать новый. Но это такой трейд-офф. То есть мы или хотим более простой многопоточности, но при этом у нас будет больше нагрузка на хип, или у нас будет чуть более сложная многопоточность, и мы можем иметь ошибки, и у нас там будет такие… Например, мы можем использовать Voloteo, да? То есть если мы хотим все еще быть потокобезопасными, то мы можем сказать, что перемены Voloteo. Но тогда у нас будет больше нагрузка на процесс, у нас там будут кэши сбрасываться, все такое. Это рядов такой. Лучше final, final проще. Так, это очередное напоминание, что синхронизация правильна только тогда, когда мы синхронизуемся на одном объекте. Нет смысла коммитить разные репозитории и пулить из разных репозиторий. Нужно общаться через один объект. И второе – это то, что нужно синхронизовать и чтению записи. Ну, это просто такое напоминание. Ладно, дальше. Да, это то самое объяснение Happens Before, которое только что сделал в виде более красивой картинки. То есть у нас здесь какая-то там… Здесь на примере лока и анлока. У нас есть захват лока и отпускание лока. Вот это вот, собственно, релиз, а вот это вот аквайр. То есть на вот все, что мы сделали до релиза, видно после аквайр в другом потоке. Если мы здесь можем убрать здесь лок и анлок, и вот здесь вот написать запись Voloteo перемена, здесь чтение Voloteo перемена. Вот. Да, теперь вернемся к правилам безопасной публикации. В принципе, их тоже довольно много, но есть такое очень простое правило, которым пользуется довольно просто. Можно публиковать объекты через Voloteo переменную. Что значит публиковать объекты через Voloteo переменную? Ну, например, вот у нас здесь вот есть… Это будет немножко искусственно, но все равно, как пример. Вот у нас здесь какой-то объект. Это шарит метабл стоит, юзер тумани. Это как мы сейчас публикуем в него, как мы публикуем изменения этого объекта сейчас. Мы делаем внутреннего путы. Вот мы хотим изменить эту карту, и мы просто берем ее и складываем в нее новые значения. В принципе, можно было бы по-другому написать. Можно было бы каждый раз туда записывать новые значения. Ну, нам тогда пришлось написать здесь как минимум, что это Voloteo. Файл, мы бы уже не смогли написать, потому что мы туда постоянно новые ссылки складываем. Ну, как Voloteo могли бы записать. И что бы это нам упростило? Это нам упростило тот факт, что нам не нужно думать о том, как устроить эту хеш-карту. Мы просто ее создаем каждый раз в одном потоке. Вот здесь локально создаем ее как-нибудь. Вот здесь, например, здесь пишем. Вместо путов мы здесь будем складывать туда эту карту. Вот мы напишем newHashMap и стойка хеш-карта, которая у нас была, которая называлась UserToMoney. Как-то ее назовем. Будем называть ее new. NewHashMap. Только после этого туда будем складывать какие-то значения, и только тогда будем ее как бы публиковать. То есть, this.NuserToMoney равно newHashMap. 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 Будем так называть. New. Вот. То есть, у нас здесь неявно используют то самое свойство Voloteo, о котором мы с вами сказали. В аквариале семантика, how it's happened before. В чем смысл? Сейчас нарисую. Вот у нас здесь два потока. Ну, например, два потока. Вот у нас есть та самая. В мире, у нас есть корневой объект, который здесь у нас. Это ресурс. Не важно, какой ресурс. Ну, у нас билинг ресурс. Напишу, что это биресурс. У него есть ссылка на карту, которая у нас как называется? UserToMoney. И, собственно, что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы вот в какой-то момент взяли и в эту Voloteo переменную, это Voloteo переменная. Что здесь, это Voloteo? Что мы сюда поместили полностью сконструированный объект. То есть это будет как бы запись в эту переменную. Вот так напишу. Это у нас, как мы знаем, релиз семантика. Хорошо. Из-за другого потока в какой-то момент мы хотим, мы же хотим узнать, что там лежит внутри этой карты. То есть в каком-то месте, где у нас там написано, ой, get. Например, вот UserToMoney контентский. Ну, это в том же самом, ну, это может быть выполнено и в том же самом другом потоке. Но, собственно, когда мы будем читать эту переменную, мы хотим узнать новые значения, которые внутри этой карты лежат. Не те, которые там были до этого, не какие-то там промежуточные, а вот все эти новые. Собственно, из-за того, что это Voloteo переменная, из-за того, что у нас здесь это правило happens before, это все будет соблюдаться. О, проснулся докер. То есть в чем, что это будет значить? Вот у нас есть то самое правило, да? Значит, чтение Voloteo переменной синхронизации, запись Voloteo переменной, и значит, что все, что пришло до вот этой записи по коду, happens before вот этого момента, и happens before любого чтения вот здесь. То есть мы как бы здесь видим полностью культурированный объект. Почему? То, что что? То, что вот после записи Voloteo произошло, нам не гарантируется то, что это будет... Да, да. То есть если мы здесь сделали еще какие-то записи, то есть как бы после того, как мы вышли из подлока, например, если мы про log говорим, или после того, как мы записали Voloteo переменную, то это нет гарантии, что мы это увидим. Так, и, собственно, вот в этом локуме у нас сейчас что произойдет? Мы, собственно, сконструируем ту самую новую карту. Мы возьмем, как тут мы напишем, что new, хэшмэл, вот это все произойдет вот здесь вот. Здесь мы ее заполним, там будут все правильные значения, и потом, когда мы ее засунем вот в саму Voloteo переменную, это будет публикация через Voloteo переменную. Это безопасная публикация. Что значит безопасность? Что вот когда мы здесь эту Voloteo переменную прочитаем, то мы увидим внутри этой Voloteo перемены все, что мы здесь записали. Вот такие последствия из этой модели более высокоуровневые и довольно понятные. Например, есть еще другие, но остальные смотрите, собственно, в той самой книжке Java Concurrents in Practice. И, собственно, понятно, что в языке Java есть не только вот эти низкоуровневые конструкции типа Final, Synchronized, Volatile. Есть еще просто в стандартной библиотеке, такие высокоуровневые, довольно-таки применимые на практике и удобные инструменты. Собственно, просто у нас есть такая программка в репозитории. Можете ее посмотреть. Она в лекции 11 лежит. И можно запустить как Java-Jar. Java Concurrent Animated. Мы просто взяли ее с некоторого публичного ресурса. И тут есть красивые визуализации. Красивые визуализации всех вот этих вот, не всех, многих популярных джавских конструкций. То есть, по-моему, это до Java 7. Еще, кстати, вот этот пример не запускается на Java 9. Так что, если он у нас не запускается, падает с ошибкой, то попробуйте Java 10, если вы можете. Может быть, там уже по фикшенам. Или Java 8. На Java 8 точно работает. Вот как минимум на Java 8, на 131. Хорошо. Собственно, что здесь есть? Здесь, например, есть визуализация Synchronized, про которую мы уже знаем. Ну, тут, как вы видите, довольно много всего можно сделать с этим самым внутренним монитором. Не только то, что мы с вами прошли, не только запустить какой-то поток, и он туда попадет, и выпустить его оттуда. Есть еще вот эти внутренности монитора, которые можно управлять. Мы про них не говорили, но почитайте. Собственно, если мы посмотрим базовую семантику Synchronized, вот у нас какой-то поток зашел, захватил монитор, и что-то там делает. Выполняет какой-то такой, ну, цикл какой-нибудь крутится, и что-то происходит. Другой поток в это время туда приходит на тот же самый лог и ждет, пока тот второй выполнится. Придут еще потоки, они тоже будут ждать все. Когда мы выйдем из блока Synchronized, то какой-то из тех потоков, которые ждал, попадется внутри. Какой-то, на самом деле. Не тот, который первый, а какой-то. Такое правило. Вот. Ну, вот так вот. Если у нас понятно, что несколько логов, то получается, что у нас не будет такого последовательного выполнения. У нас может быть более параллельное выполнение. В этом смысле, когда мы с вами делали billing-ресурс, когда мы здесь писали Synchronized на какой-то лог или там на UserToMoney, или на ZIS, то мы, конечно, делали слишком такую низкогранулярную синхронизацию. У нас просто был один лог на все. Можно написать этот пример и более гранулярно. Ну, например, если ввести здесь не Integer, как представление пользователя, вернее, не строку, как представление пользователя, а как аккаунт. Мы можем лочить только отдельный аккаунт. Собственно, если мы так будем делать, ну, это у нас тема для отдельного разговора, то мы можем столкнуться с проблемой синхронизации. Неправильной синхронизации. Ну, то есть вроде того, что у нас будут дедлоки или блоки. Про это потом поговорим. Собственно, посмотрите на то, что есть в этом визуальном примере. Здесь очень много интересных примитивов. Есть довольно высокорудные типа Pfizer, Cyclic Barrier. То есть разные такие штуки, которые, например, позволяют синхронизовать потоки в таком смысле. Вот у нас вполне есть несколько потоков. Мы хотим, чтобы они все дедали с какого-то события, и потом вместе, после того, как событие наступило, продолжим выполнять, чтобы они синхронизировались на каком-то событии. Например, для этого есть примитивы. Понятно, что есть еще, что называется, примитивы атомиков. Что это значит? Ну, просто есть такие классы, как и синтезер, есть double, есть atomic, это же atomic double, который позволяет вам выполнять вот эти операции, которые нам очень хочется сделать атомарные, типа инкремент или там increment in get, то есть увеличить, увеличить, получить значение, увеличить на n, выполнить их атомарно. Там просто будет такой метод. У вас какая-то переменная, вы говорите, а потом киндежер, например, точка инкремента, где там на 10, это будет выполнено атомарно. То есть не обязательно использовать эту синхронизацию. Собственно, для этого синхронизация внутри и не используется. Там используется более производительная и более умная машинерия, которая работает на ComparanceWeb. ComparanceWeb – это такая инструкция, которая более-менее во всех процессорах есть, она выполняется быстро, и с помощью нее можно некоторые действия выполнить без синхронизации. То есть это гораздо более производительный и умный способ синхронизации. Ну и сейчас такой быстрый будет, быстрое подведение токов. Собственно, что нужно понимать о конкарности Java? Во-первых, это очень мощная система, она позволяет вам писать сильно параллельную систему, в отличие от многих других языков. Некоторые языки не позволяют писать многоуточную программу, у некоторых просто какая-то концепция, типа как в Go, вы общаетесь через просто какие-то очереди, или как в некоторых языках вам просто не дают создавать потоки. Собственно, здесь все это есть, здесь есть общение через shared mutable state. Правда, это общение нужно как-то специально оформлять, чтобы все работало правильно, чтобы один поток видит изменение другого потока. Значит, первое правило, не использовать многопоточность, если это не нужно. Как это избежать? Ну, во-первых, не использовать state, во-вторых, делать как можно больше переменных final, в-третьих, делать переменные thread local. Делать их final и thread local. То есть, что значит, что каждый раз, когда мы будем обращаться к этому объекту, если он thread local, то нам будет для этого потока своя копия возвращаться. Или если нам все-таки приходится работать с синхронизацией, то есть приходится потоком общаться, то нам приходится использовать такие примитивы, как synchronized, volatile. Синхронized — это что у нас? Это критическая секция. То есть, когда вы выполняете этот код, когда выполняется synchronized block, то поток захватывает монитор того объекта, на котором указывается synchronized block. И, соответственно, там можно на ваш выбор выбрать уровень гранулярности этого самого захвата. То есть, или вы захватываете статический лог, или захватываете лог на каждый аккаунт в вашем банке. То есть, вы можете этим управлять. Но понятно, что нужно умно этим управлять. Или вы можете использовать volatile. Слово volatile довольно много всего значит, на самом деле. Но основное, что нужно на нем знать, это, что если вы сделали переменную volatile, то она будет хорошо читаться и писаться, и из-за разных потоков все будет нормально. То есть, вы записали что-то из одного потока, пытаетесь прочитать из-за другого потока, вы увидите все эти изменения. Более того, про синхронизм, то есть, про захват логов и про volatile мы с вами знаем вот это правило, которое я здесь рисовал, про happens before. То есть, у нас есть некий релиз действия и acquire действия. И то, что было до релиз действия, после acquire действия будет видно из другого потока. Но, естественно, это все должно быть на одном объекте, то есть, на одном мониторе, на мониторе одного объекта, или с одной volatile переменной. Хорошо. Ну, то есть, как это еще раз, как это можно понять? Понять это можно так, что потоки общаются через объекты. Они не могут общаться через разные объекты. Это, во-первых. Во-вторых, ну, если один поток не сообщил этому объекту, то другой не сможет это узнать. То есть, вот так это можно понимать. Хорошо. Ну, и если нам хочется чего-то более сложного, чем просто чтение запись каких-то отдельных полей, то нам придется использовать внутренности Java Util Concurrent или каких-то других библиотек, но в Java Util Concurrent есть много всего интересного. Например, Concurrent HashMap. Про то, как установлено Concurrent HashMap мы с вами в следующий раз поговорим. Это довольно популярный вопрос на собеседованиях, но как минимум нужно знать, что там есть набор коллекций, каждый из которых реализует разные концепции, и они правильно синхронизованы. Это поток безопасной коллекции, примитивы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok